приветствую вас друзья продолжается у нас партия за великобританию эту серию мы начинаем с того что против нас коалиция как видите начинает разваливаться это хорошо но я готовился уже воевать против этих коалиций так что будем воевать против и джейна гора у него сто процентов территории нам показываются но посмотрим так ли это забрать от вича нагара мы можем все полностью его территории но тогда идет 92 сверх расширения у нас там еще висит с предыдущих войн так что буду забирать пока вот эти территории остальные заберу следующий раз забрал также на юге венада одну провинцию и вот здесь одну провинцию забрал от андхры поменялся также наш лорд протектор стал александр бетфорд стоимость тех минус 5 процентов но по характеристикам днищинская прода по технологиям вот эта скидка нам сильно поможет потому что нужно будет скоро брать 23 админку 23 дипку самые наверное важные технологии всю игру османы пошли на мамлюков мамлюки и хоть и наняли войска но у османа сто семьдесят четыре тысячи 13 колоний против нас счетах начинают бунтовать не надо так они что религию поменяли опять нет они на нашей религии тут просто некоторые автономии начинают религии менять вот например бразилия католик колумбия тоже католик с индия была католиком я ему поменял заставив ранее луизиана тоже еще католик а вот колумбия тоже поменяла и каскаде у них просто были католические изначально территории португальские но это не особо то и важно узко тут с гора не шифруется под наших но я-то помню что вы не наш подвел также нашей армии в сторону венеции будем воевать с ней вернем эти две провинции милану союзе у него будет еще тоскана болония и целы но нас интересует чисто эти две пробки когда он согласится нами ходать тогда и закончим войну 30 галер есть у венеции давайте попробуем свои 40 подвести хочет атаковать нас и тоскана выводит свой флот мы его давайте перехватим линкорами перехватили не но не тот сейчас он взойдет мы уничтожаем им тоже немало уже много потеряли 7 вода надо пока что отойти уничтожили 10 захватили почти все итальянские территории флоренции и венеции но они при этом взяли нам две крепости почему не достаточно быстро взяли шестерки очень удивительно это у них произошло в то время как мы вот эти вот двойки где-то по полгода стояли на них но сейчас попробуем сразиться вот в горах они будут нас контратаковать мы закидываем войска и разбиваем их надо закрепить успех идти дальше да я могу эти две пробки вернуть сейчас себе но хотелось бы еще вот здесь на балканах немножко территорий забрать у венеции бедная богемия откатилась на юг словакии а тут стоят наемники еще хотелось бы их пробить найти попробуем может получится туда еле-еле но пробили теперь можно я думаю умереться против венеции пару раз разбили их армии целом потери 150 тысяч у врага у нас 90 тысяч вот такой вот у нас будет мир отдаем тут некоторые территории венгрии освободим нитру и далмации отдаем две себе забираем разрыв союзов гаранта снимаем и немножко денег дальше у нас падает перемирие против гаджирата через два года он верно и тогда и повоюем сейчас просто нужно подождать чтобы появилась казасберли империализм и уже по нему воевать а где-то вот так лезть получать дополнительную агрессивку я не вижу смысл офицерия кстати соглашается нам через угрозу передать эту одну провинцию давайте мы такие сделаем и это нам выполняют миссию по занятию бургундии мы не забыли то как они поступали по отношению к нам во время заключения арабского договора их земля будет конфискована получим минус по местным беспорядкам и стоимость национализации во время до с канала на нам два очка где-то нидерланды тут вижу в европе так неплохо отжирают вообще в германии сильно поменьшало маленьких государств тянем все еще есть истекает сроки перемирия против гаджирата будем начинать эту войну а есть у нас но 4d претензии немного и немало армаз хорошо что там чем-то занят баблишка у них нет ну и отлично давайте поехали тут еще воюем против бенгалии хочу добрать эти две пробки они там тоже нужны для выполнения одной миссии малая такие осады делает повоевать вижу и захотелось давно не виделись до малая бенгалия соглашается на полное присоединение давайте значит присоединяем задание выполняется на захват северной индии получаем число рекрутов и вера терпимость к язычникам я кстати забыл от венеции забрать себе крит он там тоже нужен по заданию ничего еще заберем получаем возможность открытия 23 технологии давайте будем брать хотя она там дороже но ладно хочу 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 админ эффективность увеличиваем и так же получаем казус белье продвинутый нужно правда подождать конца месяца вот мы его получили или можно без проблем объявлять войну в любой стране начнем с нидерландов они тут торговлю нашу режут на 20 процентов неправильно это надо исправлять тем более аграс европейских стран тут поспадала разве что там на юге где-то в венеция сколько там десятка но пока будем воевать она уйдет в ноль много союзников нидерландов я думаю что они хотят еще и через дипломатический путь эти страны себе вассалить продадут я вижу оккупируется тени нидерланды как это они так 100000 оккупируется хорошо давайте начинать кораблики кстати можно было бы подвести 30 штук у нас есть а у них тоже 30 у них будет адмирала нас не будет ладно как-нибудь попробуем нидерланды не хотят с нами сражаться еле-еле поймал их армию на осаде фальской крепости у них там еще остается 76 тысяч но где они а во есть нашел нашел и нам опять взяли столицу бывшую австрии город вену шестерка крепость хорошая вроде бы должна надолго держаться но и тут буквально за полгода берут чего за чудеса и вот такой вот мир мы наверное будем подписывать можно вместо этой профи взять амстердам и но тогда ведь и на 51 некоторые страны а знаете как можно сделать подождать 31 декабря замириться становится 1 января то есть у тебя отбирается часть этой игры и на них уже будет меньше чем 51 давайте так и сделаем есть 31 и смотрим ну допустим минус 2 вон 51 подписали хоп денек прошел 46 вроде бы не должны формировать коллицию но даже если сформирует пойдем разобьем и в этом же году истекает сроки перемирия с мамлюками я думаю надо идти дальше на них на них висит 26 агрессивки на смане висит 13 нормально будем начинать перебрасывать войска давайте и теперь у нас есть 86 процентов в ла-манши что дает нам 1200 прироста денег начали две войны первая против мумблюка 2 против виджей нагара истекли там сроки перемирия также в этом году истекает против джин пура к сожалению все эти стороны не получится забирать имеется ввиду их земли в первую очередь будем забирать виджей нагар полностью с карты от мумблюка там что-то возьмем видимо немного но то же самое касается джин пура уничтожили на данный момент 80 тысяч мамлюкску армузских войск война против джин нагара завершилась забрали и полностью присоединился также джиллов у нас остальные войны ждут своего завершения давайте сначала с джин пуром подпишем мир не хватает нам теперь административных очков либо забирать можно много ну значит давайте наверное переставим фокус сюда ну и будем надеяться что следующий лорд протектор будет лучшим администратором нежели теперешний на мамлюка надо пока что ждать это можно взять там эту одну выполнить задание пойти дальше но тут у нас выпадал ивент на минус 20 агрессивки там где-то на 10 лет или на сколько так что можно будет чуть побольше давать них забрать даже юрсалим вернуть да запросто он это нужно 230 очков ждем с давайте будем подписывать с мамлюками теперь мир только немножко поменяю этот условие давайте еще возьмем провинцию антакия рин так я здесь мы выделим еще одного вассала выполняется также задание по занятию александрии получаем вечные претензии на суэц и на бахри это вот так вот выделяем серию нее отсюда вот есть претензии тоже вечные а здесь провинции такие жирнющие по 20-30 блин и опять все расширение перебрал ладно как-то справимся и теперь я хочу вам представить то что я придумал ходила с германией и другими территориями я не хочу полностью там закрашивать допустим европу сделать нечто такое более логичное скажем так придумал я вот такую вот систему протекторатов например создан уже альпийский который будет занимать территории южной германии австрии и швейцарии вдоль альп он будет расположен как она делается то вы нажимаете вот эту вот кнопочку назначить провинции дочерней державы и создаете название и флаг флаги будут похожи немножко на наш в виде креста такие же протектораты будут созданы на иберийском полуострове назовем его например узи танский здесь будет расположен в германии тоже будет еще рейнский и балтийский возможно где-то вот здесь в центре тоже создадим саксонский но посмотрим еще также думаю на балканах создать отдельный балканский италию буду присоединять к себе то же самое касается нижних земель они войдут в состав нашей державы поэтому давайте следующей войной будем создавать в португалии наш протекторат речь посполитая оказывается защитник веры ну сейчас мы посмотрим какой из тебя защитник только надо будет войска перебросить туда наемников можно будет тут нанять каких-то на кастелью поставим галочку потому что у них только с португальцами союз обоюдный мы давайте будем начинать разбиваем полностью кастельскую армию 0 полков у них осталось осталось еще португальцев небольшой отряд также взяли две крепости поляки пришли осаждать вену а ну-ка давайте попробуем их поймать нашими наемниками ой они всех подтянули а наша успеет успела есть красавочка потерь прям до понесли углом ладно переходим на осады их крепостей иберийский полуостров полностью нами оккупирован скоро будем с кастельцами подписывать мир также забрали под свой контроль богемские земли бывшие также осаждаем польскую столицу подтягивая войска поляков мощная армия хорошие нее характеристики но ее как-то еле-еле но все равно проиграли вот этот бой кастельцев забираем многие территории заберем у них средиземном море выход а также очень много вот этих вот всяких островков тихом океане сегодня по колонии вот тут оставим тут еще колонии ставится позже заберем с поляками тоже подпишем мир разрываем им союз нитрой и одну провинцию вернем богемии больше они пока не согласны дальше смотрим на португалию технически я могу ее полностью присоединить у там на кастель и будет много игры но плевать ее тоже будем отжирать либо оставить какую-то одну вот эту пробочку не надо забирать сразу правда я не смогу полностью все эти территории отдать нашему протекторату давайте вот так возьмем 74 процента только можно было и больше отдавать территории видите он 76 процентов увеличивается то есть еще одну пробочку например порту я думаю бы влезла и еще давайте сделаем одного вассала на балканах это будет сербия и тут тоже можно скармливать многие территории вот есть 200 отношений она согласна и с ее помощью можно воевать против венгрии и далмации и османов но если на османовите то хорошо бы еще и грецию создать дабы их так конкретно выбить с балкан но я еще подумаю может и не надо войны в индии продолжаются следующая наша цель это гуджерат у них связи тимрида я даже на тимрида поставлю галочку попробуем немного его ослабить может какие-нибудь территории кому-нибудь там повозвращаем по выделяем чтобы он не был таким большим плюс у него еще есть вот на севере индии свои земли мы их попробуем сразу и прибрать к нашим ручон также работаю над улучшением отношений с гэссоном у него есть хорошие претензии на шесть провинций крупно развитых можно будет через него тут немножко в центре империи забрать себе на халяву территорий первые итоги войны мы опировали полностью гуджерат и уничтожили его всю армию на данный момент также перевозим войска немножко с европы будем насаживаться тут против йемена в бою им назов осаждается сирийская армия 3000 время как они идут на серию да ну ладно пусть идут и мы немножко подводим в наши войска в сторону тимуридов индийские крепости тимуридов мы взяли будем продвигаться уже на их территорию и скоро я думаю будут завязываться у нас бои ведь они не хотят с нами вступать сражение ну значит надо выбивать крепости такое не часто увидишь формируется империя цен во время как все еще существует империя мин и цен берет власть над мандатом да правда у него нету прироста мандатов число займов больше 40 40 займов серьезно на войне же у нас дела идут пока хорошо уничтожили большую армию тимуридскую 50000 в ней было это мы сражались вот здесь на этой холмистой крепости переном открыт путь в центральную азию война против тимуридов гуджерата продолжается пока что сколько есть 75 процентов тимуриды они опять увели свои войска не хотят с нами сражаться противные такие поэтому придется но делать осады полностью всех их территорий но не полностью там процента 80 точно придется я тут вожу их армии пытаюсь их найти но зараза не находятся 90 тысяч только ему уничтожили наконец-то тимурид соглашается на наши условия забираем мы в индии эту территорию тут две крепости и также отдаем казахам их национальные препарации союза там ему немного поразрывал пока на данный момент хватит с него еще одна гайца выдавал казахам территории нравится вперед все закорить конечно надо у нас остается 250 и 75 сверх расширения гуджерат что с тобой мы будем делать можно сильно тут отдавать допустим если я его всего забираем 82 нам-то это точно не влезет синду это все я тоже не смогу отдать он лопнет а может и не лопнет 82 до 23 это могу себе забрать не должно быть нормально будем пробовать вот так вот сделаем борода еще отдадим под синт когда будет точно нормально ему как раз влазит и нам влазит 33 4 до придется тут немного подавлять восстание на это не страшно дальше будем перевозить войска наши обратно в европу и будем реализовывать национальные провинции гэссена против берга и против ансбаха не как раз двое в союзе воевать правда придется почти против половины германии но мы справимся начинаем конфликта против берга ставим галочку на ансбах погнали таксона и все таки вступила на стороне наших противников ну ладно вступила то вступила джон лок джон лока началось просвещение в англии и франции он был вдохновителем американской декларации независимости среди его прочих работ выделяется опыт о человеческом разуме лок считал что знание рождается из опыта и отражено в опыте охранителями знания в настоящее время являются бою сиден хам христиан юсенс и исаак ньютон они были настоящими философами двигавшими науку 10 админ очков 10 престижа реформы 15 и 3 инновационности на в этой партии получилось неплохо инновационность прокачать 80 уже дает 8 процентов минус по стоимости всех очков немцы по убегали с них родины кто на балканах воюет то на ближний восток попер везде только бы ними на своей земле да но мы берем территории кто тут еще сказать выбили саксонию из войны но и можно и думаю подписывать мир да они согласны кому-то еще возвращать пробки это наверное не надо здесь вообще столько классных вассалов потенциальных любит смотрите он сколько есть территорий амбург вообще тут прекрасно минус 2 можно отдавать гамбург тоже наверное за вассалю начал улучшать с ними отношения будет немного сверх лимит но ничего сид мы присоединяем сирию тоже долго держать не будем тут правда придется воевать против османа повоюем за дно сербии она все хорошо уж подумал что сербия с кем-то другим воюет она же наш вассаловским она может воевать она же с нашими врагами воюет да иногда бывает такие затупы греция прям напрашивается чтобы ее создать в этой одной войне все эти территории сербами греками сирийцам вернуть если получится конечно ну и напоследок давайте еще повоюем против джинпура я думаю что мы заберем ее полностью да он получается последняя страна в индии вот тут вот по краям еще есть некоторые но это такое уже соглашается джинпур на наши требования по полному присоединению прекрасно наконец-то мы объединили индию долго это конечно было но мы справились ура россия тут так нехило скандинавию поры зла даже стокгольм на 40 развития забрала нам тоже предстоит война против скандинавии только чуть-чуть попозже сначала нам нужно будет то сформировать еще одну дочернюю страну и часть скандинавских территорий тоже будет передана этой стране на этом буду прощаться с вами продолжим следующей серии не нужно будет нам повоевать против мамлюка о его османы гарантируют серьезно да не соглашается даже помогать ну значит сначала против османа надо повоевать а я и не против повоюем значит хорошо благодарю вас за то что вы смотрите отдельная благодарность спонсорам за поддержку спасибо вам большое на этом все всем пока до новых встреч а